Всем привет! Сегодня покажу некоторые полезные настройки, которые касаются улучшения автономности работы вашей батареи. Если ты реально хочешь экономить, чтобы батарея меньше разряжалась, то желательно активируй эти настройки прямо сейчас. Поддерживаем видео лайком, подписываемся на канал и пишем комментарии. Какой бы ни был у вас Android, все настройки они похожи, даже если меню будет немножко отличаться от меню, которое у меня, вы самостоятельно можете найти все эти настройки через поиск настроек. Итак, самым первым делом, что разряжает батарею, это конечно же ваш интернет. Это может быть мобильный интернет, это может быть Wi-Fi. То есть он в основном у нас постоянно работает. То есть если мы где-то на улице находимся, мы пользуемся мобильным интернетом, чтобы получать какие-то уведомления, элементарно от наших мессенджеров. Ну а когда дома, то у нас может работать и Wi-Fi, и мобильный интернет, либо только Wi-Fi, но он практически всегда у нас включенный. Вот когда мы наустанавливали кучу себе разных приложений, ну реально, допустим, у меня около 200 приложений за пользование телефоном, каждый из вот этих приложений, конечно же, требует при установке доступ к интернету. Я думаю, что вы не вчитывались, когда устанавливали то или иное приложение, и автоматически 100% у вас дано такое разрешение. И получается так, что когда вы реально ним не пользуетесь, вы же не пользуетесь всеми приложениями, которые у вас на телефоне на протяжении всего дня. А они обмениваются данными из интернет-ресурса, нагружают вашу антенну, оперативную память и, конечно же, постоянно в работе ваш процессор. Соответственно, вы теряете какую-то долю ваших процентов за день. Хотя этого можно избежать, и батарея продлится там на 10-20% в течение дня, продержится дольше. Для такой настройки нам нужно найти нашу безопасность и найти передачу данных. Обычно выглядит как капелька. Она может находиться либо в общем меню, либо вот здесь, где инструменты. Вот, нажимаем сюда, и здесь нажимаем на управление сетевыми подключениями. Смотрите, у меня уже настроено это все. Я просто вам показываю некоторые настройки, которые желательно проделать, чтобы экономить себе заряд. Смотрите, видите? Ну, есть отключенные, есть нет. Вот, когда вы скачиваете какое-то приложение, можете самостоятельно перепроверить, оно вот здесь окажется. Допустим, сейчас выставлены мобильный интернет, и вот те приложения, где установлена галочка, у нас сейчас подключенные на постоянной основе. То есть, они имеют постоянный доступ даже тогда, когда вы ними не пользуетесь. И в любое время они отсылают какие-то данные, какие-то обновления, уведомления. Могут передавать какую-то информацию на свои сервера. В общем, вот каждое приложение на протяжении дня может обращаться к своим серверам там 3, 4, 5 раз. Вот представьте, сколько у вас приложений и сколько раз вот за день таких обращений. Но просто ужас. Желательно, конечно, такое подключать, оставить только важные приложения, которыми вы пользуетесь. Это могут быть какие-то мессенджеры, либо элементарно браузер. Точно так же и Wi-Fi. По Wi-Fi я тоже у себя прохожусь и выключаю вот это все дело. То есть, чтобы не было беспрерывного доступа, а только тогда, когда вы запускаете приложение. То есть, вы запустили и только тогда включается эта функция, чтобы постоянного доступа не было. Это значительно экономит вашу батарею. Тут же в этих настройках есть еще важная настройка, которая влияет на фоновые работы конкретно этих же приложений. То есть, вот этот список, он огромный. Но есть еще приложения, которые в фоновом режиме все равно работают. Вот нажимаем троеточие и нажимаем фоновое подключение. И здесь видим, что много что уже отключено. Но вы, конечно же, проверяйте у себя. Это у меня, допустим, этот список я уже вручную сам выключал. Но и появляются те приложения, которые вы только скачали. Вот в прошлом видео я скачивал Total Commander. Элементарно он сразу же попал сюда. Берем его и выключаем. Если какие-то игры, тоже обязательно выключайте. Это бесполезная трата вашей батареи. Потому что они работают в фоновом режиме постоянно 24 часа на 7. Есть еще схожая настройка, которая тоже припрятана. Она практически идентична, но припрятана совсем в других разделах. Смотрите, вот я выхожу с этих настроек. Заходим в стандартные настройки. И вот здесь ищем приложения. Все приложения. И здесь автозапуск в фоновом режиме. Вот. Смотрите, в фоновом режиме у вас могут работать некоторые приложения. Допустим, я оставил там парочку из них. Вот такие можно вообще выключать. Оставить там, допустим, 1, 2, 3 мессенджера, которыми вы пользуетесь. Остальные все возьмите, повырубайте, поотключайте. То есть эти все приложения сразу же, когда запускаются, работают в фоновом режиме. И точно так же потребляют, ну просто, куча заряда вашей батареи. Что касается сетевых подключений, то это очень обширная тема. И на самом деле настроек полным-полно в ваших смартфонах, которые активировали разработчики. И которые абсолютно вам не нужны. Тут и так элементарно понятно, что если, допустим, ваш Wi-Fi постоянно работает, то батарея будет быстрее садиться, нежели если он отключенный. Точно так же, если вы там передаете что-то по Wi-Fi, передаете что-то по Bluetooth, то тратится больше заряда батареи на передачу данных. Вот как раз таки сейчас покажу, какие настройки нужно отключать. Абсолютно бесполезные настройки, которыми вы не пользуетесь. Но они включены, и они работают, разряжают вашу батарею. Причем разряжают с утра до вечера, а вы даже об этом и не знаете. Смотрите, куда нужно зайти. Выходим пока с этих настроек. Заходим в стандартные настройки. Ищем раздел, который называется местоположение. Нажимаем геолокация. Здесь смотрите, если вы видите пункт геолокация Google, зайдите сюда. Здесь активировано более точное определение местоположения. Вот смотрите, оно постоянно включено и имеет доступ к вашему GPS. Но если вы на данный момент картами не пользуетесь, Google картами, то вот эту функцию желательно отключить. А когда вы нажмете на карты, чтобы там определить собственное местоположение, и если у вас будут реально проблемы со связью, то вам предложат эту функцию автоматически включить. Но этого, как правило, в большинстве случаев не происходит. Поэтому вот эту функцию желательно отключать. Возвращаемся. Смотрите, оповещение о землетрясениях. Ну, тут уже смотрите на свое усмотрение. Но, к примеру, если почитать, то, чтобы вот эта функция работала, ваш GPS в скрытом режиме должен постоянно работать. То есть, если даже он на данный момент выключен, вот он отключенный, то на самом деле он не отключенный. Он постоянно улавливает ваше местоположение. Понятное дело, быстрее садится батарея. И на мое личное мнение, что если будет какое-то землетрясение, то вам вот это оповещение абсолютно ничем не поможет. Вы уже самостоятельно почувствуете на себе, что что-то реально происходит. Потому, ну, я не знаю, эту функцию у себя выключаю. Возвращаемся назад. Здесь, смотрите, важные две настройки. Поиск сетей Wi-Fi включена. Здесь написано, что мы разрешаем приложениям и сервисам искать сети Wi-Fi, даже когда Wi-Fi отключен. То есть, в принципе, прямым текстом сказано. Если мой Wi-Fi не работает, я его взял, отключил, то все сети все равно ищутся. Что это за сети? То есть, когда вы идете просто по улице, вы понимаете, что вокруг вас куча магазинов, куча квартир, домов, у которых работает Wi-Fi. Wi-Fi роутеры, Wi-Fi точки. Вот все их ваш телефон ищет. Понятное дело, вы подключиться к ним не сможете. Смысла с этого нету, потому что везде есть пароли. Но если вы знаете, допустим, есть и бесплатные точки, то в любом случае вы сможете вручную, самостоятельно прийти, включить Wi-Fi и вручную подключиться к нужной точке. А вот это, это реально бесполезная отрата батареи. Выключаем вот эту функцию. И немножко ниже, точно так же, поиск Bluetooth устройств. Мы точно так же разрешаем использовать наш Bluetooth, когда он отключенный. Вот он. Не работает на данный момент, но вот здесь он работает. И что же за устройства ищутся? В основном все сейчас пользуются беспроводными наушниками, какими-то фитнес-трекерами, фитнес-браслетами, смарт-часами. То есть, все, что касается соединения Bluetooth и телефона. И вот телефон их как раз таки и ищет. Вы то найдете это устройство, но подключиться, опять же, вы не сможете. В общем, вот это тоже выключаем. Также смотрите, что еще может быть. К примеру, если вы зайдете в стандартные настройки, и вот здесь найдете раздел, который касается батареи. Вот я зашел. Здесь перепроверьте внизу, что у вас на первом месте. То есть, что занимает батарею в большей степени. Я покажу, как я настроил. У меня, допустим, на первых местах здесь была система Android. Я думаю, что у вас тоже это будет. Либо экран. Сейчас покажу, куда нужно зайти и что нужно сделать, чтобы вот система Android занимала как можно меньше процентов. Хотя она была реально на первых местах. Для этого нам нужно выйти, зайти в наш Google Play Market. Вот здесь нажимаем на свою аватарку с правой стороны. Находим внизу знак вопроса, справка, отзыв. Загружается вот такое меню. Здесь нажимаем на поиск по справке, на такую линзу. И пишем вот здесь слово удалить. Удалять мы ничего не будем, но нам нужно найти определенные настройки. Как удалить приложение с устройства Android. Нажимаем сюда. Здесь ищем строчку. Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений. Если вы пользуетесь темной темой, нужно перейти временно на светлую. Иначе будет выбивать ошибку. Заходим вот сюда. Здесь можно нажать сразу же еще показать системные процессы. И нужно найти приложение, которое так и называется система Android. Вот она. Заходим сюда. Можно почистить хранилище и кэш. Если какие-то там были ошибки, то можно это все почистить, чтобы освободить немножко памяти. И зайти в питание и производительность. И смотрите, видите, у меня стоит ограничено. У вас, даю гарантию, сразу же будет стоять с оптимизацией. Вот таким образом. С оптимизацией в принципе стоит на всех приложениях. Вот просто ограничиваем вот такой расход заряда батареи. Это полезная функция. Она закрывает фоновые процессы и режимы, если вы не пользуетесь определенными приложениями. Останавливать либо выключать, конечно же, систему Android ни в коем случае не нужно. Также перепроверьте элементарные настройки, которые касаются вашего экрана. Заходим в настройки и перепроверьте, что у вас здесь по умолчанию стоит. Конечно же, на телефонах, у которых OLED дисплеи, для экономии очень классно использовать темный режим. Это экономит от 5 до 10% в течение дня. Также перепроверяйте яркость. Допустим, здесь настройки есть, которые регулируют автоматически яркость при каком-то освещении. Ну, сейчас на данный момент у меня стоит полная яркость только из-за того, что я снимаю ролик. А так вообще рекомендую использовать наполовину и делать нужную вам настройку тогда, когда вам нужно. Если у вас стоит автонастройка, то у вас батарея будет садиться быстрее. Возвращаемся назад. Вам нужно еще найти настройки блокировки экрана. Вот, если я захожу сюда, то вам перепроверить нужно спящий режим. Допустим, у меня стоит сейчас максимальный, это 10 минут. Опять же, потому что я снимаю видеоролик, чтобы телефон не тушился. А так вообще использую одну минуту, к примеру. Понятное дело, чем меньше вы поставите, тем больше у вас будет сохраняться батарея. То есть, вы попользовались телефоном, к примеру, положили его на стол, а экран дальше продолжает работать. Соответственно, это время, когда вы не пользуетесь телефоном, ваша батарея бесполезно разряжается. Вроде бы настройка такая простая, но если посчитать, сколько в день вы включаете, выключаете ваш телефон, чтобы посмотреть какую-то информацию, вот за день набегает очень хороший показатель, который бы экономил заряд, если бы стояло какое-то низкое значение. Там 30 секунд, к примеру, или 15. Также вы можете использовать стандартные утилиты, которые есть практически на всех телефонах, в разделе батареи, где у нас, допустим, включается высокая производительность, сбалансированная экономия энергии, ультраэкономия энергии. Но такие режимы желательно использовать, когда реально у вас хотя бы 20% вашей батареи. То есть, когда она уже практически села, вам нужно сэкономить, и вы можете дополнительно включать. Потому что батарея привыкает к вашей работе, к вашим нагрузкам на телефоне, якобы самообучается. И на практике, если такой режим включать на 50% либо больше, потом после включения на стандартный режим, которым вы пользуетесь, то батарея значительно станет быстрее разряжаться, нежели до этого. Потому на постоянной основе вот таким пользоваться желательно не рекомендуется. Думаю, настройки были полезные. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями.